Работы по перекрытию, ограничению движения транспорта по 5-й фонтана будут лишь после завершения полных работ по Сигенске и открытия дорожного бюджета. Само перекрытие по 5-й фонтана мы разделяем на два этапа. Первая часть, это мы представляем себе, если мы едем с Адмиральского проспекта в сторону 10 апреля, сначала первый этап, это перекрывается половина проезда ближе в сторону, скажем, ЖД вокзала, в сторону 4-й фонтана. После завершения работ перекрывается вторая часть, это в сторону 6-й, 7-й фонтана. На этот период времени мы дополнительно еще через сайт Адмиральского городского совета, через средства массовой информации проинформируем, как будет работать общественный транспорт, потому что вы знаете, что есть одна из сложных задач, это то, что временно не будут ходить трамваи, следующие по фонтанскому направлению. Поэтому мы сейчас вместе с перевозчиками отрабатываем вопрос по организации подвоза людей, и к этому же мы также будем усиливать и увеличивать количество троллейбусов для того, чтобы компенсировать недостаточу трамваев. Это мы дополнительно проинформируем, но еще раз хочу сказать, что по 5-й фонтана работа будет по этапам. Первый этап и второй этап. Рассчитываем две недели по первому этапу и две недели по второму этапу. Возможно, оно будет где-то корректироваться. Объем работы достаточно серьезный. Вы знаете, что много там было жалоб и по качеству полотна, и по дорожному, поэтому там, в общем-то, будет, по моей информации, обновляться полностью и рельсовое хозяйство на перекрестке, и делать будет серьезную работу по асфальту. Продолжение следует...